Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Экономика. Кировские лесопромышленники смогут представить свою продукцию в Китае. Часть затрат на участие в выставках, которые пройдут в КНР бизнесменам, компенсируют из областного бюджета. Оплатят аренду выставочной площади, регистрационные сборы, оформление стенда и услуги переводчика. Специализированные выставки и форумы пройдут в июне в Харбине и в Шанхае. Там с кировчанами встретятся представители китайских инвестиционных компаний и покупатели российских пиломатериалов. Программа Экономика. К другим новостям. Санатории просят господдержки. Об этом представители сферы заявили на комиссии по вопросам здорового образа жизни в общественной палате. Руководители учреждения среди главных проблем называют качество дорог, ведущих к санаториям, и маленькую наполняемость. Кроме того, они заявляют, что не могут воспользоваться льготой по налогу на имущество, поскольку в областном законодательстве заложена слишком высокая планка ежегодного объема инвестирования в основные фонды – 5 миллионов рублей, что для мелких учреждений неподъемно. Предлагается предусмотреть градацию санаторно-курортных учреждений, которые откроют доступ к государственной поддержке как для крупных, так и для мелких компаний, а также предусмотреть дополнительную поддержку санаториев со стороны бюджета. Японцы планируют покупать кировский лес. Регион посетили руководители японской компании Firstwood. Она производит клееный брус и домокомплекты. Инициаторами визита выступили представители Японии. Они встретились с представителями компаний «Форест», «Алмис» и «Русэкспорт-А», осмотрели их производственные площадки, а также сообщили о намерениях префектуры Фукуи. Там находится центральный офис Firstwood налаживать не только экономическое, но и гуманитарное сотрудничество с Кировской областью. Больше половины кировчан с вдохновением меняет работу. Это выяснила компания Headhunter, опросив 160 сотрудников кировских организаций. Новое место обещает карьерные перспективы, так ответили 55% участников опроса. Их доля на 7% превышает среднероссийскую. Кировчане реже других россиян испытывают страх перед будущим. Но при этом каждый третий все же испытывает стресс, когда менять работу. 25% не уверены в себе. У 20% снижается самооценка. Напоследок несколько цифр. На 60 тысяч рублей меньше заработала в прошлом году начальник Кировского управления налоговой службы Светлана Чарушина по сравнению с 2015 годом. Ее доход составил 2 миллиона 450 тысяч рублей. Один инвалид решил начать свое дело с помощью службы занятости. Такова статистика с начала этого года. 26 игровых автоматов, замаскированных под биржевые и благотворительные терминалы, нашли в Кирове. И в завершение о валютах доллар вырос на 73 копейки и стоит 57 рублей 47 копеек. Евро поднялся на рубли 4 копейки и стоит сегодня 64 рубля ровно. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Продолжение следует...